Яв, вы на канале 320 Дед. Время отдохнуть от сериалов и переключиться на кино. И в центре внимания у нас спортивная драма с Адамом Сэндлером. Прорваться в NBA. Хочу сразу обратить ваше внимание на название картины. В оригинале фильм называется Хасл. И на протяжении всего ролика буду называть этот фильм так. Порой русский язык не может описать одним словом всё происходящее на экране. А английский язык в этом плане богат. Я выделил два самых логичных перевода. Первый. Хасл – это успех, признание. У рэперов этот сленг подразумевает именно коммерческий успех. Второй перевод и одновременно и понятие в баскетболе – это толчок или борьба за мяч. Подразумевает собой активную борьбу всей команды в каждом моменте. Так что объединив два этих пояснения, можно боль-моль понять содержание самого фильма. Так, с этим разобрались, пора приступить к просмотру обзора. Картина повествует о скауте баскетбольной команды Стэнли Цукермане, которого прекрасно воплотил Адам Сэндлер. Скаут в данном случае – это работник спортивного клуба, в задаче которого входит поиск талантливых игроков. Они ездят и ищут их по всему миру, зачастую на длительное время, при этом долго не видя свои семьи. Что, собственно, мы и видим у героя Сэндлера, а начально динамичная нарезка полностью погружает и демонстрирует всю суть работы и ее нюансов. Отправившись в Испанию, Стэнли случайно посещает уличный баскетбол и замечает там своего потенциального кандидата. В глазах Стэнли он будущая звезда NBA. И теперь герой Сэндлера готов пойти на все, чтобы показать всем, что он лучше из лучших, и параллельно доказать это и самому юному баскетболисту. Вообще, фильм прост. Структура и сюжет похожи на другие подобные фильмы, которые мы уже видели не раз. Практически любая спортивная драма. При просмотре лично я вспомнил фильм с Сандрой Балок «Невидимая сторона». Там, кстати, был американский футбол. И вся эта, казалось бы, простота сюжета все равно работает как надо. Как говорят по учебнику. От парня с улицы до топовой звезды NBA. Беспроигрышный сюжет, на мой взгляд. После просмотра, кстати, сразу хочется поиграть в баскетбол. Или просто заняться спортом. Я больше по футболу. И не фанат баскета. Знаю только Майкла Джордана, Леброна Джеймса, Шакилу Нила, Коби Брайанта. Наверное, как и все. И, к слову, одним из продюсеров Хасла выступил Леброн Джеймс. И почти все актеры в фильме – это настоящие звезды и игроки NBA. Даже тренеры и ТВ-эксперты. И, как я понял, этот фильм сделан для фанатов. Уверен, что он радует и выполняет свою задачу. Я не могу, к сожалению, прочувствовать весь вайп Хасла. И буду рад, если найдется тот, кто просто будет орать с каждой минуты этого фильма, наблюдая за интересными камео. Но, тем не менее, даже не зная ничего, это больше к обычному зрителю. Вы все равно будете получать удовольствие от самой истории. Так как все, что я сказал выше – это всего лишь приятная атмосфера и антураж. Очень хочу оценить актерскую игру Адама Сэндлера. Он, правда, уже показал в неограненных алмазах, что способен выдавать серьезные драматические роли. А не его привычные хихоньки и издевки. И он хорош. Очень органичен и уверен в кадре. Просто если брать во внимание, что фильм тематически спортивный и перед ним реальные игроки, которые живут баскетболом и знают практически все, то после этого Адаму Сэндлеру веришь втройне. Так как актер в кадре показал, что и он, как и все они, живет одним лишь спортом. Также отмечу моего любимого Бена Фостера и Роберта Дюваля. Давно я не видел их на экранах. И даже такие малохронные появления все равно очень порадовали. Приятно удивил испанский баскетболист Хуан Эрнон Гомес, который воплотил испанского вундеркинда Бо Круса. Он не актер, но сыграл все равно органично. С него спрос меньше. Правда, у Гарри Олдмана есть свое мнение на этот счет. В общем, фильм захватывающий и мотивирует на достижение высот. И весь фильм могу обозвать как Рокки только в баскетболе. Особенно концовка должна полностью довести вас до катарсиса и даже растрогать до глубины души. Меня почти прорвало. Так что смотрите и заряжайтесь упорством и позитивом. Можно смотреть всей семьей. Ну а мой обзор подошел к концу. Киньте лайков и комментов, если видео пришлось вам по душе. Для нашего канала это важно и очень приятно для нас самих. С вами, как всегда, 320 Дед. Всего хорошего и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok